Всем привет! Морозное утречко сегодня, где-то 21-23. В таком разбеге у нас на солнце будет теплеть. Я еду в Тамбов, есть там кое-что, что нужно забрать. Все по ходу. Поехали в город. Приехал в Тамбов. Сначала машину оставлю на сервисе. У меня дым в салон. Полез смотреть, оттянута была гайка на коллекторе. Эту подтянул, одеваю головку на следующую, она просто остается в головке. Даже крутить не успел. Короче, отломилась гайка, надо шпильку высверливать и новую вкручивать. Я этим заниматься не могу, не умею и некогда. Поэтому сейчас отцеплю прицеп. Ребята пока все сделают, а я покружусь по своим делам. Не успел моргнуть. Время уже ночь. С машиной занимались долго. Помимо того, что шпильку сорвало у меня, еще делали генератор. Он у меня там что-то не додавал аккумулятор. Вечно не то напряжение показывал. 11.4, где-то так. И в итоге оказалось, помните эти, не знаю как сказать поверливые, пидорации, которые делали мне машину. Ниву, когда у меня коробка сломалась, я делал отдельное видео про этот автосервис в тамбове. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. В итоге оказалось, что они мне на коробку не поставили какой-то хомут. И если я его не поставлю, то у меня дальше так и будут продолжаться срываться шпильки. Вот такой вот автосервис. Сейчас сделали все, что могли сделать. Кому-то нигде не нашли. Я его привезу от старой коробки, когда найду. Приехал в гараж тут с батикой чего покидали. Домой нам тут отдали родственники. И забрал посылочку в ПЭК. Ту самую долгожданную. Давайте с вами сразу в светлый день и в деревню переметнемся. На улице ветерок у нас сегодня. Погодка солнечная. Порядка где-то 13 градусов. Стало киплеть. Наконец-то мороз отпускают. Я сейчас буду разгружать прицеп. Вот обзавелись тачкой. Вот такой. Немного вот отдали нам сетку-рабицу, бочку, ящик. Это я себе его, скорее всего, разберу, может быть, на ловушке для пчел. Столбы пригодятся. За это все спасибо. Люди мои! Опа! Ну и основная посылка. Это коптильня холодного копчения. Мы очень давно хотели это приобретение приобрести. И мы его приобрели. Пойдем. Соберем это дело. Посмотрим, что там внутри. Мне просто дико интересно. Дарк, вы что орете? Вот, видели? Инь и янь. Замерзли, что ли? Друзья, наверное, уже ни для кого не секрет, что искусственный интеллект довольно плотно вошел в нашу жизнь и выполняет в ней огромное множество функций. В том числе он оценивает каналы на YouTube. Наш канал тому не исключение. Поэтому мы просим вас, потешьте алгоритмы YouTube, поставьте лайк, дизлайк этому видео. Обязательно напишите ваш комментарий. Любой комментарий, чтобы YouTube увидел, что наш контент востребован. Да? Да. И продвигал нас, рекомендовал другим пользователям. А еще мы вам напоминаем, что у нас есть мед с нашей личной пасеки. Мы его отправляем по всей России. Пишите нам, заказывайте. Ссылки на наши соцсети есть в описании канала. Ну или напишите здесь в комментариях. Мы с вами обязательно состыкуемся. Да. И так, как я сказал уже, мы приобрели коптильню. Коптильня, ну на наш взгляд, по отзывам в интернете из того, мы искали, пожалуй, лучшей фирмы. Это Хобби Смок. Огромное множество выборов дымогенераторов электрических и самих ящиков для копчения. Мы выбирали, ну, такое, что-то среднее, в принципе. Потому что нам сильно вычурнуть ничего не надо. Нам для себя, по большому счету. И сейчас я покажу, что мы получили. Прямо самому гибкоинтересно. Распаковал все части. Сейчас подробно все покажу. Емкость для копчения мы брали нержавеющую. Ну, такую, самую простую из нержавеющих. Смарт она, по-моему, называется. Ее чуть позже. Сейчас сначала о наборе. В комплекте, значит, с самим дымогенератором идет дымогенератор. И в подарок к нему идет компрессор в розетку, зажигалка, болты крепления. И самое прикольное, это книга по холодному копчению. Здесь 19 подробных, пошаговых рецептов, как замариновать, как что сделать. Забегая вперед, еще скажу, что у компании Хобби Смок есть телеграм-канал. Вернее, не канал, а чат-группа, в которую я, естественно, вступил. О, кстати, да, и в подарок еще щупа идет также. В которую я вступил заранее. И там, конечно, невозможно из нее без слюнок выходить, потому что там уже мужики общаются со своими рецептами. Кто что делает, кто как маринует, какие-то свои секреты, кто там бобра, кто рыбу, кто кого как коптит. Короче, классная мужская группа, где можно тоже натаскать очень интересных рецептов. Ну и книга тоже лишней не будет. Так, это по комплекту с генератором, который мы будем крепить. Емкость для копчения ящиком на 90 литров идет. И сейчас я его буду собирать. Самому мне это очень дико интересно. Я очень люблю качественные вещи, сделанные тем более из нержавейки. Это всегда приятно глазу. И я надеюсь, будет очень полезно для продуктов, которые будут внутри коптиться. Здесь вот такая вот вереница запчастей. Сейчас все это постепенно я буду устанавливать на свои места. Зелень общения, с привкусом копчения. Ну а пока в предыдущем сюжете я собираю коптильню. Чтобы не тратить время, решил показать вам отличное видео, как мы кормим кур. Я не претендую на правильность, но просто поделюсь с вами, как это делаем мы. У нас есть зерно. Дробленка. Здесь, наверное, фракция. Четверк, наверное, сетка у меня стоит. Вот, насыпаем. Ну, пол ведра я делаю. Где-то плюс-минус, расчет у нас где-то 25-30 кур. Зимой кормление, если помещение не теплое, то 160 грамм на голову. Где-то примерный расчет. Вот, плюс-минус, пол ведра где-то получается... Ну, где-то 2-2,600 у меня где-то получается по весу. Насыпаю зерно. Дальше, что даю я? Ложку соли сыплю. Ложку, вот так прям с горкой, мясокосной муки. И стали мы давать курам последнее. Раньше давали мелкормовой. Сейчас мелкормовой перестал я давать. Я даю трикальцийфосфат. Трикальцийфосфат тоже вот так я сыплю ложку. Вообще он сыпется полтора грамма на голову. Где-то исходя, но у меня плюс-минус и получается. Я его высчитывал. Все это я делал, перемешиваю. Добавляю сейчас чуть-чуть жмышку. Жмых у меня просто остался. Мы ласке его давали. Вот так как ласку мы сейчас готовим в запуск. Корову нашу. Поэтому, ну просто, чтобы он не пропадал. Я его чуть-чуть разбавляю, даю курам. Все, и повторяю все заново. Досыпаю до ведра. Здесь получается по весу у меня даже чуть больше я даю. Но это еще потому, что у нас ходят живые индюки. А на них побольше чуть приходится. Поэтому плюс-минус чуть больше даю. Сейчас уберем индюков. Пересчитаю кур. И уже количество зерна, конечно, уменьшится. Опять же, если у вас теплый сарай, где-нибудь градусов 12-14 в курятнике у вас есть, то 120 грамм корма, это норма на одну птицу, на курицу, на утку. Это достаточно так. Вот эти 40 грамм, они как бы на обогрев, на тепло еще даются, потому что зимой птице надо еще греться. Я прям вот заметил. Вообще мы еще премикс иногда даем. Но вот в конкретный сейчас период мы не даем, я о нем не говорю. Но я заметил, что вот тот же трикальций и фосфат, который мы стали добавлять курам, прям благотворно так повлияли. Даже вот в сильные морозы, несмотря на то, что у них там сквозняк, ну где-то бывает поддувает, и у них температура, ну тоже как бы там холодно, минус 10-15 внутри курятника у нас было. И вот и у нас при этом куры все равно яиц по 10. У нас там осталось где-то штук, ну от силы 20, не сушек, это прям вот от силы. Но 10 яиц, 8 в день, прям даже в морозы стабильно. Так, и еще одно ведро, это я узком намешиваю, нашим индоузком. Они, ну то же самое все. А, нет, единственное, так как у нас узки идут на забой, то уткам я даю заместо 3-кальций-фосфат сейчас мел, кормовой мел. Я не тратю на них 3-кальций-фосфат. И там же у меня сидят рядом с утками петухи, тоже которые на забой пойдут. И, соответственно, на эти головы я тоже не расходую. 3-кальций-фосфат, сыплю так же ложку с горкой просто, вот мела кормового. Все, готово. Я пошел кормить. А с вами возвращаемся, наверное, домой. Наверняка я собрал уже там коптильню. Вот так коптильня выглядит в собранном виде. Сама сборка довольно простая. Много мелких болточков, которые все соединяют. Интуитивно все понятно, в принципе, даже инструкция не нужна, но тем не менее она есть, там подробно все описано. Сама емкость для копчения и дымогенератор. Марусь, иди ко мне, посмотрим, что тут есть. Ребенок у меня пришел. Интересоваться, да? Справился? Даже бы ребенок с этим, да? Да. Ну что, откроем, посмотрим. Давай откроем, посмотрим, что там у нас есть-то. Здесь 8 уголков и 2 решетки. То есть на любой уровень можно установить без проблем, в зависимости от того, что вы коптите, какое вам нужно место, расстояние. Есть поддон. из нержавеющей стали. Вообще, хочу сказать, что вот эта емкость очень меня порадовала. Сталь прям такая плотная, довольно-таки. Меня прям очень-очень она порадовала. Прочная. Изначально, я думал, она даже тоньше будет, когда заказывал. Да, сейчас даже скажу. Миллиметр где-то толщина в среднем у этих листов. Прям вот, ну, они чувствуются такие плотненькие, хорошие, нержавеющие, прям крепкая. Такая конструкция, все скручено болтами, прорезинено. То есть, ну, я прям вообще очень доволен самим ящиком, вот этой емкостью. Я думаю, что посмотрим, как это будет все в эксплуатации. Так, здесь зажигалка для поджига, как я понял. Сюда засыпается щепа. Генератор включает, начинает раздувать все это дело. И, в принципе, все. Емкость мы брали, я не помню, говорил или нет, если что, просто повторюсь, 7 часов беспрерывного копчения. То есть, засыпается вот эта емкость, и ее хватает на 7 часов. На сайте у ребят есть еще больше, но нам достаточно и этой. Если хотите изучить модели, посмотреть, выбрать что-то себе, мы внизу оставим ссылку. И по промокоду под небом вам будет скидка от компании Хобби Смог. А мы будем кумекать, кого бы нам туда первым погрузить или что, попробуем все это дело закоптить. Что там? Крестик у папы? Да? Да. Вот так, да? А у тебя где крестик? У тебя где крестик? Морозь? У тебя где крестик? Не вода на тебе. Идет поцеловать надо, да? Валяйте. В общем, сейчас я изучу рецепты, почитаю что-то еще в группе в телеграме и думаю, в ближайшее время выпущу вам видео. Если вам это интересно, напишите обязательно в комментариях, что можно вообще коптить. У кого есть какие-то коптильни, тоже напишите. потому что у нас с Юлей была мечта еще во время переезда. Мы хотели коптильню, чтобы мы могли что-то себе закоптить, какой-нибудь скумбрию свеженькую и сами не покупать, потому что это все гораздо дешевле. А свои продукты? Ничего себе! А свои-то продукты уже, я вообще волчу, сыры, мясо. к маме пойдешь? Дай, поцелуй папу. Молодец. Дай, скажи. Ну, а свои продукты, еще раз повторюсь, уж грех не коптить. Натуральные, чистые, все выращенные у нас здесь на наших кормах и травах и теперь еще будет коптиться в своей коптильне. По-моему, он очень здорово. Ссылочка в описании. Двигаемся дальше. Какое небо голубое! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Единственное, что фракция меньше, она 3 мм. Если птица где-то 4-4,5 мм, там сетка, я не помню, то здесь 3 мм. Смешиваю также на пол ведра ложку мясо-мясокосной муки, ложку кормового мела, столовую большую с горкой, ложку соли. Все это перемешиваем. Сыпаю еще пол ведра. Опять все то же самое добавляю и еще раз перемешиваю. Сейчас все покажу. Значит, вот у меня в принципе здесь намешана фракция. Где-то она внутри миллиметра, как я и говорил. кружка литровая. две таких кружки я высыпаю в свиньи. Она у меня стоит тут заранее заготовлена. И вот она начала отрезкать. Никаких запариваний, никаких завариваний, никаких там варений, ничего такого мы никогда не давали свиньям. предыдущие все годы мы кормили просто зерно в необходимом количестве. В период роста там было три кружки. Там надо рассчитывать вес. Я об этом расскажу, наверное, когда, если будем брать еще поросят уже весной, то тогда буду постепенно вам рассказывать в какой период и как мы кормим. Если вам это будет интересно, тоже напишите об этом, то мы лучше будем периодами так рассказывать в какой сезон как мы кормим. Будем показывать отдельные ролики. Вот. Сейчас даю две вот таких кружки свиньи утром, две вечером, не запаривая. Все вот эти запаривания, как вот многие нам говорят, почему вы не запариваете, потому что это, блин, отголосок той советской бедности, когда кризис был, когда люди там голодали, вообще, наверное, с царских времен идет, когда у крестьян чего-то не было, когда у них отбирали, и чтобы хоть как-то прокормить скотину, приходилось распаривать, чтобы, ну, как бы, чувствовалось насыщение у скотины. В природе этого не надо делать. Если свинью выпустить в природу, там, кабана, какого-нибудь взять, любое животное, оно не заваривает себе ничего. Оно ест в таком виде, в каком это ест. Поэтому все эти заваривания абсолютно не нужны. Подгонки полезные, всякие там, вот, мясокосную муку дать, соль дать, это только полезно. И вообще, вот, раньше мы давали все годы только вот так зерно и воду. Сейчас, естественно, когда мы делаем сыры, вот, делали сыры, мы давали зерно, и вот сейчас она поест, выливали под сырную сыворотку. Сейчас у меня немного сыворотки еще осталось, я сейчас принесу ей тоже вылью из-под творога, по-моему, не помню, что там я делала, но, тем не менее, мы даем жидкость отдельно уже, после того, как она поела. вкусно тебе, свинья. ну вот, как-то так мы кормим нашу живность, поэтому у нас всегда отличное мясо у них, которое, я думаю, неплохо будет замариновано для коптильни. Пойду, почитаю рецепты. Может быть, в ближайших видео уже что-нибудь и сварганим. Не забывайте, ребята, о том, что у нас можно заказать мед с нашей собственной пасеки, отправляем почту России во все регионы, даже в Якутию я отправлял. Вот. Все, наверное, на этом. Ставьте ваши лайки, дизлайки, пишите комментарии, пишите, что хотели бы видеть на канале, что вам нравится, что не нравится. Вообще, просто пишите комментарии, хотя бы для поддержки нашего канала, потому что это радует алгоритмы Ютуба. Ютуб нас за этот счет начинает продвигать, показывать другим зрителям, вас становится больше, это нас радует и мотивирует снимать новые ролики. Ну все, я по традиции всех обнял. Пока-пока. Я на земле своей жить и умереть хочу. Дышать свободно, расправить плечи. Любить семью свою искренне, горячо. И с чистым сердцем уйти в вечность.